Здравствуйте! Новости на телеканале Видное ТВ. Наши корреспонденты и я, Татьяна Брылова, расскажем вам о последних событиях Ленинского городского округа. Вначале коротко о темах выпуска. Соратники, помощники и друзья собрались на 30-летие Ленинского общества инвалидов. В душе ощущение праздника, ощущение того, что все мы вместе. Илья Скуляков признан лучшим врачом родовспоможения в регионе. В меру строгий, но так и должно быть. С хорошим чувством юмора. В Видновской детской школе искусств продолжается проект «Молодым дарованием России». Немножко квадратно, вот так. Члены Ленинского общества инвалидов отметили 30-летний юбилей организации. В Доме культуры собрались все вместе – соратники, помощники, друзья и просто неравнодушные к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. На празднике было сказано много добрых слов, вручены подарки и почетные грамоты. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Подробности – в репортаже Юлии Погосян. Волнительный момент для тех, кто так или иначе имеет отношение к проблемам людей с ограниченными возможностями. Судьба инвалидов непроста. Поддержка со стороны общественности для ней главный подарок. И в день празднования 30-летнего юбилея общества инвалидов Ленинского округа ее было более чем достаточно. Торжественное мероприятие посетили сотни человек. Много теплых слов сказал первый заместитель главы муниципалитета Дмитрий Волков. «Все эти годы вы осуществляете конкретные дела и проекты, направленные на оказание всесторонней помощи инвалидам, реализацию их потенциала и адаптацию в современном обществе. Благодаря вашей помощи и поддержке люди с ограниченными возможностями здоровья могут вести полноценную жизнь, занимаются спортом и физической культурой, развивают свои творческие способности». Дмитрий Волков вручил председателю организации Наталье Рящиной денежный сертификат на 300 тысяч рублей. В юбилейный для общества инвалидов день это был не единственный подарок. Гости, как и полагается, пришли не с пустыми руками. Много внимания члены общества получили от предпринимателей, которые в последние годы стали для людей с ограниченными возможностями друзьями. «Мы хотели вручить сертификат. Поздравляем!» Главных героев праздника отличает огромное чувство благодарности. Они не перестают говорить спасибо каждому, кто не остался равнодушным к их личным проблемам. Поэтому в день юбилея общества инвалидов Наталья Рящина вручила добрым друзьям организации благодарственные письма. В их числе генеральный директор Видновской дирекции киносети Олег Федоров и председатель общественной палаты округа Григорий Авдеев. Результаты работы их видны невооруженным глазом для непосредственно людей, самих инвалидов, которые находятся в такой жизненной ситуации. Конечно, такая активная организация, которая работает и с властью, и с самими инвалидами – это, конечно, подарок судьбы. Это могу пожелать только им еще больше энергии, еще больше удачи. Ну и, соответственно, поддержки от нас, от большинства населения. В душе ощущение праздника. Вот ощущение того, что все мы вместе. И это благодаря поддержке, прежде всего, администрации, благодаря поддержке наших друзей-спонсоров, благодаря тому, что у нас в организации такие активные, хорошие, замечательные люди есть. И у нас у всех сегодня праздник. Чтобы выразить свое почтение и поздравить виновников торжества с праздником, мероприятие посетил российский спортсмен, политик и спортивный деятель, депутат Государственной Думы Российской Федерации и, наконец, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Я думаю, что именно благодаря вашей активности мы становимся с каждым годом только сильнее. Поэтому я хочу высказать благодарность вам, Наталье Алексеевне, что вот такой большой коллектив сегодня здесь собрался. Море цветов, подарков и внимания. Этот день в памяти представителей общества инвалидов останется надолго. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ. Традиционно в начале октября отмечается Международный день врача. А лучший врач Подмосковья работает в Видновском перинатальном центре. С акушером-гинекологом Ильясом Куликовым, получившим это звание на областном конкурсе, встретился наш корреспондент Дмитрий Книга. Победителем 17-го областного конкурса лучший врач Московской области стал заведующий акушерским отделением патологии беременности Видновского перинатального центра Ильяс Куликов. Здесь он работает уже почти два десятилетия. Пять лет назад под его руководством команда врачей начала проводить сложные операции пациенткам с диагнозом «врастание плаценты в рубец на матке». «Создали методику новую в родоразрешении этих пациенток. Это, конечно, командная работа. Здесь это заслуга ни одного врача. То, что награда была получена, но это большая работа как акушеров-гинекологов, так и врачей-анестезиологов, реаниматологов и также наших нейматологов». Скромный и отзывчивый Ильяс Александрович любим своими пациентками. По их словам, он всегда поможет в трудную минуту, успокоит и зарядит хорошим настроением. «В меру строгий, но так и должно быть. С хорошим чувством юмора». Видновский перинатальный центр занимает лидирующие позиции по качеству оказываемых услуг и является главным в южной части Московской области. Рожать сюда едут также из других регионов России. Происходит это во многом благодаря высокотехнологичному медицинскому оборудованию, которым оснащено учреждение здравоохранения, но главное – это врачи, профессионалы своего дела. «Не одна звезда должна быть, а должно быть созвездие таких людей, которые работают в команде, которые дают прекрасные результаты, которые дают наше учреждение в целом. А в принципе с Ильяс Александровичем работать очень интересно, потому что он не просто высококлассный профессионал, он командный человек, он новатор». За свою карьеру Ильяс Александрович уже помог родиться пяти тысячам малышей. Но, как известно, совершенству нет предела. И лучший врач Подмосковья планирует и дальше расти, и развиваться в профессиональном плане. «Награда для меня – это еще больше ответственности и больше требований, которые я к себе буду предъявлять, и стимул к дальнейшей работе в этом учреждении». Проект Юрия Башмета «Молодым дарованием России» на протяжении шести лет помогает выявлять талантливых музыкантов. С прошлого года программа действует на базе Видновской детской школы искусств. Лучшие российские и зарубежные педагоги регулярно проводят в учреждении мастер-классы. На одном из таких побывала наша съемочная группа. Несколько раз в месяц Видновская детская школа искусств буквально превращается в консерваторию. Самые одаренные ученики занимаются не со своими педагогами, а с приглашенными из лучших учебных заведений в области музыки. В мастер-классе по фортепиано приняло участие шесть человек. На каждого музыканта профессор деляет более получаса. Юных исполнителей педагог оценивает по всей строгости. Я думаю, что эта акция прекрасна, потому что это прежде всего обмен опытом. Дети слушают других детей, педагоги слушают и других педагогов, и обмениваются какими-то своими впечатлениями, и разговаривают между собой. Мария Макарова мечтает связать свою жизнь с игрой на фортепиано, переехав из Екатеринбурга. Видно, девочка не стала бросать любимое дело. Здесь она учится уже три года и все это время участвует в проекте «Молодым дарованием России». К мастер-классу она готовилась все лето, говорит, уже меньше волнуется и больше осознает значимость таких программ. Они позволяют детям, учащимся, уже поиграть с большими профессорами, которые уже очень много знают. И поэтому я считаю, что это просто очень невероятно хорошая идея. Казалось бы, безупречно сыгранный для ушей обывателем материал становится предметом разбора приглашенного педагога. Проводивший мастер-класс профессор Московской консерватории Руви Мостровский слышит недочеты и разбирает только значимые детали выступления. Довести действия исполнителя до идеала за одно занятие даже такому педагогу вряд ли по силам. А вот разобрав важные моменты с юным музыкантом, преподаватель помогает улучшить качество его игры. Немножко квадратно, вот так. С довольно тяжелыми окончаниями. И музыка немножко тоже такая недышащая и недвигающая. С помощью таких мастер-классов молодые дарования замечают ошибки и оттачивают свои выступления с учетом замечаний лучших преподавателей в области музыки. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Традиционные турниры по мини-футболу и бадминтону, посвященные памяти героя социалистического труда Василия Мамрова, состоялись в совхозе имени Ленина. Наша съемочная группа проследила за результатами соревнований. Анастасия Воронина расскажет подробнее. Василий Мамров – герой социалистического труда, человек, который вырастил в Подмосковье первую кукурузу и был неразрывно связан с сельским хозяйством всю жизнь. В честь памяти о заслугах главного агронома в совхозе имени Ленина основали спортивные турниры по мини-футболу и бадминтону, на которые по уже сложившейся традиции приехала его семья. Подрастающие поколения, они учатся на примере своих родителей, дедов, прадедов. То есть спорт – это стремление к победе. Ну а потом главное свое назначение на земле Василий Яковлевич определял как труд. Он был человеком труда. Всю жизнь трудился и добивался все только своим трудом. А спорт – это труд, без которого тоже ничего не добьешься. Восемь команд из Москвы и Ленинского района приняли участие в ежегодном турнире по мини-футболу. Возраст участников у нас 2006-2007 год рождения. Когда мы проводим какие-либо турниры, у нас всегда уровень довольно неплохой для детей, которые занимаются не в спортшколах. Уровень очень хороший. Команда «Фортуна» из Москвы каждый год принимает участие в турнире, посвященном памяти Василия Мамрова. Но, к сожалению, даже несмотря на свое название, никогда не становилась в нем победительницей. Однако в этот раз в первой же игре ребятам удалось забить ворота соперника сразу четыре мяча. Мы сыграли хорошо. Перед игрой мы готовились и разминались, и тактические схемы разбирали. Вся команда рада, что мы победили. Я надеюсь, что мы пройдем в следующую группу. Ребята сами все уже понимают, мы уже давно с ними работаем. Поэтому просто мы приехали сюда получать удовольствие от футбола. Накал эмоций был в каждой игре. Все команды на радость болельщиков показали красивый атакующий футбол. А в это же время в спортивном зале местной школы проходил турнир по бадминтону, в котором приняли участие мальчишки и девчонки из поселка совхоза имени Ленина и города Видное. В каждой категории 2009-2010 года среди мальчиков и девочек было по три человека. И также было по три человека среди 2011 год и моложе. Мы провели круговую систему для того, чтобы каждый с каждым поиграл и попробовал, какой он на сегодня сильный, слабый. За звание первой ракетки турнира боролась и правнучка Василия Мамрова. Маруся Женухина, хоть и начала заниматься бадминтоном недавно, уже хорошо разбирается в технике игры и понимает, что нужно делать, чтобы добиться успеха. Я хотела бы исправить себе, чтобы я была более внимательной и чтобы все получалось. Ошибок не было никаких. Мне ни в чем не трудно. Мне главное не победа, а участие. В завершении турнира спортсменов наградили заслуженными грамотами, кубками и медалями. И на этом у нас все новости. До встречи.